Вопрос про геймпланты. Да. Ты уже снимаешь? Да. Фуенно. А ты будешь задать вопросы, или я сразу отвечаю? Ну, они напишут там вопросы. Ребят, собственно, я не знаю, почему возник этот вопрос. Возможно, потому что не так давно я у себя в социальных сетях выкладывал один пост, где говорил про то, как важно реализовывать свой геймплан, ну, собственно, для того, чтобы в дальнейшем победить, да, увеличить свои шансы на победу. И после того, как я публиковал этот пост, реально в этот же день, вот, и на следующий день с утра самбо, мне пришли сообщения, и даже были люди, которые позвонили с вопросом, точнее, с вопросом, а с просьбой объяснить, что такое геймплан. Для многих ребят это действительно загадка. Они слышат геймплан, такие, геймплан, классно, но я знаю, что это такое. Так вот, я постараюсь, ну, более-менее это объяснить. На мой взгляд, геймплан это попытка реализовать свои сильные стороны, да, при этом избегая своих слабых сторон по максимуму. Я проведу, ну, очень такой условный пример. Допустим, у вас хороший снизу гард, да. Логично, что когда вы ходите на схватку после рукопожатия, первым, что вы будете делать, это брать захват и пытаться перевести человека в свой любимый гард. Это начало вашего геймплана, потому что, если у вас хороший гард, значит, вы умеете оттуда делать свипы, бэктейки и сабмишены, да. Соответственно, вы должны себя изначально попытаться поставить в выгодное положение, да. То есть, как бы, в данном случае, если у вас хороший гард, гард пул, это начало реализации вашего геймплана. Другой вариант. Допустим, вы очень хорошо боретесь в стойке и хорошо проходите гард. Соответственно, ваша задача сделать бросок или же дать человеку сделать гард пул, чтобы оказаться сверху и начать его проходить гард, да. Начать проходить его гард. Соответственно, вот идеальный пример такого геймплана это Рудольфа Виера, да, в принципе, с 2011 по 2014 год, да. Он либо бросал и проходил гард, либо люди делали гард пул, и он все равно проходил гард. Вот это был его геймплан. И, как мы видим, единственный человек, который его выбивал из его геймплана, это был Пушешин, да. Он первый прыгал в гард, переводил Рудольфа за счет свипа в положение нижнего. Рудольф был вынужден работать снизу. Да, у него сильный гард, но все-таки Рудольф известен как один из лучших гардпастеров в мире и по сей день, наверное. Соответственно, почему, как бы, я говорю, что геймплан очень важно реализовывать. Если вы понимаете, какие у вас сильные стороны, какие у вас слабые стороны, и вы можете свою схватку построить так, чтобы всегда по возможности оказываться только в ваших сильных положениях и по максимуму избегать ваших слабых положений, естественно, вы боретесь всегда в зоне комфорта. Если вы боретесь в зоне комфорта, вы меньше нервничаете, вы меньше устаете, а ваш оппонент, соответственно, больше нервничает то, что ни хера не получается, и он больше устает то, что вы его прессуете и вы доминируете. Очень важно доминировать в схватке, очень важно заставить человека нервничать, заставить его почувствовать дискомфорт, как моральный, так и физический. И это и должно быть частью вашего геймплана. То есть геймплан – это постоянно находиться в своем любимом положении, не давать человеку засунуть вас в его любимое положение и, возможно, в ваше нелюбимое положение. В принципе, все просто. Это крупняк, перебивка. Можно выключать обычный звук, короче, показывать твою ногу время от времени. Допустим, если я знаю, что у человека сильные гард пассы, да, ну, допустим, он в стойке борется плохо. Есть такие люди. Соответственно, моя задача – все время уходить снизу. Даже если оказался в гарде, зачем свиповать? Человек, который очень хорошо проходит гард, когда иногда гораздо проще встать в стойку, попадаться с ним в стойке до тех пор, либо у вас будет ничья, условно говоря, да, в стойке вас там судья накажет, и вы поедете домой с дисквалом. Либо, может быть, тот человек сделает первым гард пулу, а может, вы и бросите человека. То есть, как бы, ну, такие вещи. Не очень очевидные, но... В целом, ну, например, конкретно про меня, да, последний мой турнир в Мадриде в абсолютке выходит человек, он выше меня, в кимоно он кажется, что больше меня, но я просто знаю, что он на 2 висовых категориях вроде бы легче меня был. Хотя по антрохометрии человек такой... Вот. Мы начинаем с ним бороться, он наберет крепкие захваты жесткие, выводит меня из равновесия, и он, ну, что-то типа бодка такого делает. Пол-бодок, пол-мельница с падением, вот так, с высадом. И я понимаю, что... Ну, он мне очень хорошо загрузил, но дистанции чуть ему не хватило, чуть-чуть далеко был. Я успел его отбежать по кругу, как только он стал, я сразу прыгал в гард. Я понял, что я его не брошу, а поскольку человек, ну, видимо, город в стойке лучше меня, но, как бы, скажем так, я верю в свой гард чуть больше, чем в свою стойку. Поэтому, как бы, бодать с ним в стойке с риском улететь и получить минус 2 балла, ну, то есть, как бы, дать 2 балла человеку и с минимальными шансами самому бросить его, или же прыгнуть самому в гард, и туда связать свою любимую снизу, да, свой любимый гард, оттуда его в итоге свипануть и, ну, работать уже сверху, допустим, то, что я больше люблю, ну, условно говоря. В принципе, у меня так и получилось, что я его затянул в гард, он очень хорошо атаковал, но я его блокировал, 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 поймал его, в момент одного из его переходов свипанул его, дальше его мучил. Потом так получилось, что он ушел из одной позиции, встал в стойку, и я знаю, что он, опять-таки, в стойке борется лучше меня, я еще раз прыгнул в гард, еще раз со свипанул, в итоге выиграл сватку 4-0. Ну, такой, пример уровень. Помнишь, мультик такой был? Вокруг света с Вилли Фогом, там был персонаж Мистер Фикс, он все время спрашивал, у вас есть план Мистер Фикс, короче, сам у себя? У него все время был геймплан, и его все время на ебать, на импровизацию, короче, главные герои. В какой момент, собственно, отказывался от геймплана, то есть, ты вот делаешь, типа, вышел свое дело, и ты понимаешь, что это твое, не твое. Да, твое, не твое, типа, надо менять. Да, бывает такое, что ваш геймплан, условно говоря, совпадает с геймпланом, ну, оппонента. Ну, условно говоря, пример банальный, да, я, допустим, люблю снизу хавгард, а человек сверху любит проходить хавгард. И вот это тот случай, когда, как говорится, коса на камень нашла. Вот тут возникает вопрос, пытаться ли мне перебороть его в хавгарде, переиграть, да, или же, то есть, ну, принять все риски, понять, что это будет пиздец, тяжело, пытаться, 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 и там уж как повезет. Может быть, он будет лучше, тогда я, собственно, проиграл, да, скажем так. Или же, ну, попытаться побороться, все-таки победить, да, и тогда уже у меня есть некое преимущество, я могу развиваться. Или же попытаться реализовать какой-то, ну, другой гард, да, скажем так. Ну, есть же у вас какой-то любимый гард, прям вот конкретно любимый. Есть какие-то гарды, которые вы тоже работаете, но, например, менее предпочтительно. Вот я бы переходил в гард номер два, скажем так. Вот. То есть, потому то, почему? Потому то, что, возможно, вот гард номер два для человека вообще темный лес. Ну, скажем так, да, допустим, я люблю хавгард и хгард. Я знаю, что человек охренительно проходит хавгард сверху. Я его перейожу в хгард, и тут он такой, типа, опа, а хгард-то проходить мне тяжелее, чем хавгард. И тут, как бы, возможно, я его легко свяпану и дальше я его там накажу. Кстати, в принципе, если вы попадаете против человека и какого-нибудь вы чувствуете, что он на класс вас выше, и вы понимаете, что вы свой геймплан не реализовываете, реально ничего, кроме как перекреститься и помолиться не остается. Пару раз такое было, реально. Тогда я даже перекреститься не успел. Помогло? Да я не успел. Не знаю. А, понял. Не знаю. Но мне кажется, даже если бы успел, то не помогло. Это для божефриксов. Нет, не надо. Я же плохо выгляжу после тренинга. Ну, вообще. Кто там? Леха, здорово, и... Женя. Вот. Да. Не надо его так вот кидывать. Это ужасно. Что вам рассказать? Рассказать, что у нас был сегодня промоушен. я получилась бы не помоться. Валер. Типа, это тоже такая. Вот, поздравлю. Спасибо. Валер. Субтитры подогнал «Симон»